Всем привет, с вами Филк, я продолжаю проходить Сталкер Упавшая Звезда. В прошлой части я пришёл на НТП, поговорил вот с этим вот кремнём. Он сказал, что типа победнел, там какой-то грузовик у него пропал с тушёнкой. И, конечно, можно предположить, что это вот этот грузовик, который мы сейчас ищем. Только здесь в ковчег, там должно быть что-то особенное. Некоторые даже говорили, что там типа меняющие лица в этом грузовике был. Так что это не грузовик, это другой. Так, вот здесь. Можно, значит, сейчас нам надо расспрашивать у разных людей, типа, кто что знает. Славич, привет. Доброго здоровья, командир. Идти не хворать. Кто будешь? Откуда пришёл? Сталкер зовут меня Джонни, пришёл с дикой свалки. Да, и как там? Как везде. И это, здесь что делаешь? Гриша вудлай мне нужен, механик. Ты же через склады шёл. Не встретил? Нет его там. А братья наши меньшие долговцы, что говорят? Куда Гришка подался? Ничего не говорят. Генюки одним словом. А что это за место? Хуже не придумаешь, это п. Какого хера Лукашев нас здесь держит, не пойму. В стрельбу минуту не вымолкает. Монтанты прут так, что мы уже привыкли. Тропа у них здесь что ли? Грешник не объявлялся здесь? А ему-то что здесь делать? Ты прям как слоной свалился. Грешник нужен, идёшь в забытый лес. Ясно. Так, хорошо. Ты кто такой? Грубер. Так, привет. Знакомые комбезы. Чистое небо, откуда они у вас? Ну не голыми же ходить. А комбезы, к слову, очень даже приличные. Это всё, что ты хотел спросить? Зил МСЗ не проезжал здесь? След я видел от протектора. Мент. Я так и подумал сразу. Ты погоди. Ну да, несколько дней назад прошкадыбывал мимо. Парни для страдки. Больнули пару раз. Те по газам. И фьють. Сами я не видел. Стрельба здесь. Дело обычное. Байда докладывал. Ага, Байда. Спасибо, начальник. Так, ну сейчас надо поговорить с Байдой, только... Так, ладно, давайте сначала поговорим с Байдой. Только что-то я здесь... А вот, вот тут. Что в темноте? Не очень видно. Так, вот этот Байда, который нас встретил, как только мы перешли на ТП. Привет. Говорят, ты грузовик обстрелял? Зил МСЗ. Зил? Ммм, да, было дело. Я ему говорю, тормози, не тормозит. Я отмашку ему похер. Ну, дал в сторону очередь, чтоб не было... Ладно. А ты почему интересуешься? Твой грузовик был? Нет, не мой. Но знаю, чем загружен был. С-4, полный кузов. Не свести. Так. Тут можно два варианта ответа. А это, видел? Вот такого пластина в кузове почти полторы тонны было. Видел, как грузили тонны полторы не меньше. Ну, давайте ответим вот это, потому что мы же нашли этот пластид. Хмм, точно пластид. Слушай, дружище, давай так. Ты мне этот кусок пластида, а я тебе полный расклад по грузовику. В той области полный, которой мы неизвестно договорились. Грузовик этот на складах стоял, видел я его там. Это тот, что немец из мёртвого города пригнал. Не знаю, хотя говорили, что немец и долг пашет, может и он пригнал. А то, что из мёртвого города, уверен, так и есть. Грешник врать не будет, проехал этот грузовик пять дней назад в сторону рыжего леса. Походу, бачки ковцура придурки. Угнали у долга. Нет, и прикинь, чувак, полный кузов С4. Теперь можно ждать любое пакости. Так, опять ковцур. Так вот, непонятно, кто это такой ковцур. Так, с тобой больше ничего не надо. Так, ну... Походу... На этом всё, но нам ещё надо найти механика. А эти чуваки говорили, что у них тут есть какой-то механик. Так, сейчас. Только я что-то никак не могу прийти. Постоянно. Какая-то здесь... А, вот. Там стрельба сразу. Мочит тушканчиков. Ух ты, там что, кого-то завалили? Ух ты, кровосос даже. Ну, какие тут страшные бегают. Так, ладно. Вот этот ковцур. Лысик. Так, привет. 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 Мне Гриша Будулай нужен. Не подскажешь, где его найти можно? Гришка? Да он без... Вылазно на базе на складах торчит. Ясно. Слушай, друг, глянь. Вот на это починить сможешь. Оба-на. Инвентар. Вот смотри на тебя и думаю. С виду серьёзный мужик. А рассуждаешь, как блондинка. Сталкер это, если ты ещё не въехал, пространственный инвентар. И починить его невозможно. Да? А может, просто руки твои золотые жопы растут? Смешно, хе-хе. Надо запомнить. Ладно, объясню для особо одарённых. В корпусе инвентара нет ничего, кроме монолита. Размен 50 на 50 на 3 миллиметра. Монолит из неизвестного материала. Распилить, расплавить, разрезать, разгрызть. Не пробовал, но слышал невозможно. Теперь понял, друг ты мой недалёкий? Понял. Так, ну, у нас здесь вот такое вот вооружение. Тут, конечно, у нас 4 миллиона. Бабочеков. Так что, думаю, можно починить у него тут. Я хотел бы починить своё вооружение, как у тебя с тарифами. Долговский жетон можешь и не показывать. Бесплатно если я ничего чинить не буду, собираюсь. Понятное дело. Так. Ну что ж. Экзоскелет. Тут вот частичный ремонт, полный ремонт. Так, значит, 64%. И 64,3% у нас. Так, ну, полный ремонт. У нас денег много, так что. Так. Кольт тоже починим. Абакан. Такое чувство, как будто он скотчем склеивает. Абакан. Ну да, так как будто скотчем. И пока я... Так. Ну вот. Хорошо. Больше у нас ничего нету, что можно чинить. Так. Теперь у нас... Всё так замечательно. Так. Ну что ж. Походу, сейчас надо... Идти. Так. Вот это, наверное, переход. Да, вражелес и потом... Вот здесь вот база... Бандитов. Тут база наёмников. Сейчас я ещё тут посмотрю. Может, с кем-то ещё можно тут поговорить. Но это вряд ли. Тогда уже пойдём вражелес. Так. Там покурить ни с кем нельзя. Я пробовал поспать, но у меня опять вылет этот. Так что здесь просто бежим. Тут собачки бегают. Ну... Просто бежим здесь и ни на кого не обращаем внимания. Вот уже лужа сейчас это будет. Так. Ну ладно. Вот там сам этот переход. Так что... Ой, какой страшный звук. Ну ладно, встретимся в рыжем лесу. Так, и тут у нас сразу возникает диалог. Так. Группировка Ковцера. Тут какие-то спортсмены, типа... Так. Тормози, братан. Куда намылился? Мне нужен ваш старший. Думаешь, что Туламу есть до тебя что сказать? Не тебе решать. Дай дорогу. Ну иди, братан. Извини, я жалею, что не так. Так. Опа. Так. Паркировки можно понять, что банка была заказана в 1942 году. Однако в содержимое банки тушеное свиньи на мясо прекрасно сохранилось. Ага. Пока. Так, ну почему бандиты? Потому что... Ой, что-то он мне так покланялся. Потому что у них такие спортивные костюмчики. Как будто какие-то спортсмены. Так. Ну ладно. У нас здесь... Мы как раз немножко хотим сейчас есть. О. У нас тут ролик. Показывает... ...всю локацию. Только сейчас темно и так не очень хорошо видно. Там вот видно было, что на остановке сидит какой-то бандит. Дожидается своего автобуса, наверное, уже 40 лет. Или сколько-то там, не знаю. Если у них в 1942 банке есть. Может, с войны еще даже сидит там. Так. Здесь тоже... Что-то такое. Вот этот грузовик там стоял внизу. Такой. Так. Здесь вот этот тоннель. Тут. Ящики показывают, что стоят такие какие-то и... Здесь. Ну что ж, давайте съедим... ...военный этот... Где он-то? Так, что-то... Ой, так у меня... Почему-то это 18 сексиндоформа стоит, не знаю. Надо это потом ее продать будет. И у меня почему-то осталось их целых еще тут. Раз, два, три. Почему-то я не продал, странно. Ну ладно, потом продам. Так. Так я хотел съесть вот эту вот тушенку. Так. Удивительно, что я не умер. Потому что это было просто... Так. Вот чувак, который автобуса ждет. Так. И как заметить, они... К нам такими красными. То есть они нам враги, но... Нам ничего не делают. Так. Тут вот столько их много. Так. И здесь есть два... Тоничка, можно сказать. Первый такой, небольшой. Только надо тут не свалиться... В воду. Потому что она радиоактивная сразу. Так. Вот он тут. Тут пять антирадов и две аптечки. Такой небольшой пирожок, можно сказать. А настоящий тортик лежит... Вот тут. Сейчас я покажу. Так. Возле... Там, где было написано Лиманск. Тут можно запрыгнуть. Посмотрите, здесь гаусс-винтовка и сто патронов. Это просто замечательно. Так. У меня, кстати, еще... Веса так нормальный. Так что это очень... Я рад этому. Еще вот там вот... Лежат эти... Трупы чьи-то. Но у них ничего нету, даже если их обыскать. Даже не хочу к ним спускаться. А то еще свалюсь. Да, у них ничего нету. Курок. Так. Там у них ничего нету. Ой, только надо подняться еще. Так, вот этот грузовик. Вот. Доставить фуру на место. Но заблокировано. То есть... Нам никак. Ну... Нам надо договориться с ихним командиром. Как мы... Говорили с этим каком... Ну, то, что нас остановил. Чел. Так. Вот в этих двух БТРах тоже кое-что имеется. Вот здесь тайничок. Здесь 150... Патронов. Так. Странно, что у меня уже перегруз. Так. Ну, ладно. И здесь... Сам... Сама эта пушка. Вал. С которой можно стрелять. Так. Ну, только я не знаю, какой... Это прицел НАТО. Это же к ней к этой не подойдет. Да. Это к этой не подходит. Я не знаю, какой... К ней может подойти прицел. К этому валу. Но у меня есть винтерез. Так что... Вал пускай останется валом там лежать. Так. Ну, все. Я им оставляю. Может потом им еще пригодится. Сброю на землю! Да, хорошо, хорошо. Только тихо, тихо. Так. Вот, походу, их. Сутулый. Привет. Кстати, мы уже мастер. Приветствую. Какие люди? Ты или смелый, или глупый. Если не застал он рисоваться здесь один. После своих косяков. Мы же тебя на лоскутки порвем. Так. Пробуй. Батька приказал не трогать пока тебя. Если б не батька, гранаты тебя наимит. Зачем, пожалуй, фуру мою твои братки задержат? Хочу забрать. Хм, твоя, говоришь? И что в ней было? Консервы. Ну, коли твоя, забирай. Радует, что встретил разумного человека. Вопрос первый. Порешали. Вопрос второй. Грузовик ЗИЛ ММЗ с контейнером в кузове. Дожи. Ваша работа. Э, Брателла. Ты мне чужой не шей. Был грузовик. В Лиманск шел. Как уж водила брод нащупал, не знаю. Мы даже и не пытались тормознуть. Знаешь почему? Контрик за рулем сидел. Реально охренели все. Так. Контрик. Это, получается, типа контролер. Значит, это, возможно, тот грузовик, который мы ищем. В Лиманск давно было. Не пять назад. Может, меньше. Может, больше. Тоже твоя точила. Моя. И последний вопрос. Что в этих железных ящиках? Не борзи, братан. Скажешь, тоже твои. Извиняю, но у них написано собственность Германской империи. Немецкие в школе учили. Хорошо. С ящиками потом разберемся. Не прощаюсь. Так. Ну, понятно, что там написано. Собственность Германской империи. Ну, а мы не германец. Мы американец. Так. Ну, теперь можно, походу, этот грузовик забрать. Да. Так. Отключим. Прибор ночью не увидим. Хотя. Даже не знаю. Не, надо включить. Так вообще ничего не видно. Так. Ну, теперь надо здесь как-то осторожненько пригнать ее. Так. Фуру. И грузовик. Что это? Не знаю даже. Так. Правда, вот этого чувака, не знаю, из которого стоило. Ждет автобусы. Автобусы. Автобусы там вот застрял. Он дурак даже. Не может сходить посмотреть. Так. Что-то меня там держит. Твою еношку, кто же меня держит? Так. Вот. Вот этот автобус, который застрял. Чувак ждет его на остановке. Думаю, еще ходит экспресс такой. И еще один автобус. Ой-ой-ой. Я думал, от всех задавлю. Ну ладно, встретимся на АТП. Ай, грузовик от меня уезжает. Стой. Так. Теперь его надо пригнать. Туда сейчас тут уже надо тут объехать. И пригнать. там будет помечено это место на карте. Так. Ой-ой-ой. Ой. Ой, собачки не надо. Я не хочу вас давить. Это вдруг еще что? Так. Ну. Осторожно, 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 осторожно. Какой-то такой пузовичок. Так. Вот там помечено место. или что-то я не понял. Ставить муро на место. Блин, так это же надо почему там? Вот что? Какие лохи поставили эту метку там? Потому что нельзя было с этой стороны поставить. Зачем это не объезжать? Так. Ну ладно, это не лохи. Что? Может, разработчики обидятся. Муро нахи не сделали замечательный мод, но просто почему там нет как-то. Так. Вот, положить кремню и купить груз. Ой. Фары горят. Здесь вот заблокированы сразу. Так, ну что ж. бежим к этому кремню. Бежим. Бежим. Хм. Похож. Бежим. Бежим. Тёник глупой. Бежим. Ты опусти, а? Не вот. Привет! Пригнал я твою фуру... Так, стоп. Сохранимся. Пригнал я твою фуру кременью. Бандитов констера в режиме Субыла. Я заявил о своих правах на фуру, и бандиты согласились с моими требованиями. Теперь я предлагаю тебе фуру и товары. 90 тысяч рублей. Пригнал фуру с товаром? Хорошо, 90 штук много, но я согласен. Ребят, что груз везли и сопровождали, ты не видел? Видел, убили их. Так, вот нам 90 тысяч дали, хотя, конечно... Так, ну что ж, теперь нам надо... Идти в Рыжелес, там где база бандитов, нам надо на базу наемников. Так что встретимся вот возле входа в лес. Кстати, я даже не заметил, что здесь две фуры, оказывается, стоит. Вот одна тут, и тут еще одна. Я даже не заметил об этом, что-то не понял. Так, Лиманский заповедник, 0,5 километра. Правда, мне не очень верится, что это 0,5 километров. Километра, точнее, потому что... Вот он, это Лиманский заповедник, и, по-моему, здесь метров 100 всего. Так. Даже если так, я 3 метра в 100 пробежал за 10 секунд. Это просто, можно сказать, олимпийский рекорд. Так. Вот база наемников. Так, я возьму в руки вот это, а вдруг какой-нибудь вылезет. О, да, слышно, собачки будут. Ай, пофиг она у вас, собачки. Так, ну что ж, тут как-то можно... Или что-то... Стоп, ё-моё. Я не сюда прибежал. Так, мне надо было вот туда. Надо, значит, туда бежать. Я прибежал на базу бандитов. Так, значит, вот сюда. Где-то здесь. Да, вот тут. Сюда. За аномалии понаставили. О, и нам показывают. Что здесь вот такое. Так, посмотрим. Сидят. Какие-то. Так, и мы оказываемся сразу возле ворот. Почему-то. Так. Так, сталкер, ты приближаешься к нашей территории. Веди себя достойно, и никто тебя не тронет. Вот что нам написали. Так, ну что ж. Все так серьезно настроены. Так, ну надо бежать к этому. Тут вот кое-кто сидит. Я был очень удивлен, когда я его увидел первый раз. А тут сидит. Точнее стоит. Китаец. Вот так вот. Китаец. Очень странно, что здесь китаец. Китаец в зоне. Просто. Как охота. Как охота, брат. Приветствую. Как-то они так говорят. А ну скажи... Нет, ладно, буду нормально. Она с командой твоя работа. Не трудись. Знаю, что твоя. С чем пожаловал? Нужен проводник в забытый лес. Да уж, без проводника. Нефигесоваться не пройдешь. Только помочь не могу. Нет у нас проводника. Грешника ищешь. Что можешь разыскать про грешника? Можно с ним иметь. Не знаю. Не наш он человек. Бывший монолитовец. Мозги совсем набекрень. Вот как монолитовец? Так. А, значит, Арнольд. Типа, это был его дружбан какой-то. Так, есть работа сложная, но хорошо оплачиваемая. Сколько? Так, у него 10600. Сколько? Твоя доля 150 тысяч. Говори. Баба-эколог Рипли попала под атаку Бюрера. Гонит не по детски. Папаша ее штатский фирмач. Заплатит... Заплатит ей за возграждение. Твоя задача найти... Найти на радаре. Ее видели с группой. И прийти ее ко мне. Дальше моя забота идет. Согласен. Найти профессора Рипли. Так. Сайгак. Ну что ж. Ух ты там. Что такое? Что это такое? А, это типа сюда надо ее привезти, понятно. Вот на это место. Так, ну что ж. Спас 12 медикаментов. Так, мне это не надо. Вот как раз переход и на радар. Так, эти ребята куда-то отправились тоже. Так, ну что ж. Сейчас проверим этот тайник. Какие там медикаменты. Мне Спас 12 не нужен. Вот медикаменты может быть. А, классно. Медикаменты. Одна аптечка. Так, кстати, на этой локации еще, если идти вот так, здесь какой-то тайничок. Брон костюм. Берил М. Если идти вот так, вот здесь потом, тут вот можно через тоннельчик пройти, потом здесь все-таки гиганты, потом вот здесь вот накроем здесь и танк, и там в танке, в люке как-то ЛР или ФМ-2000, как это называется, пушка, и 600 бронебойных патронов. Вот таких вот. 5,56 на 45. Так, ну что ж. Не знаю, куда мне этот переход на радар выкинет, но посмотрим. Так, мы появились вот здесь. Как я понял, это возле лаборатории. Икс-10. Да. Так, а здесь цель. Ну, нам надо бежать вот сюда. Так, ну что ж. Давайте посмотрим. Так, надеюсь, здесь не будет никого-то страшного, потому что... Ну, в смысле не страшного, вообще никого не будет, потому что как-то сейчас не хочется воевать ночью. Так, ну, пока что всё в порядке. Тут вот... Ой, опять эти страшные звуки. Так. Блин, я ещё начал лагать немного. Так, ну что ж. Тут, по-моему, пока что никого нет. Так, вот здесь трупы какие-то. Давайте посмотрим, что там. Ух ты, АК-74. У меня что? Абаканы. Что же лучше? Ну, ладно. Пускай я буду ещё пока что с Абаканом ходить. Так, заберём у него бронебойные патроны. У этого тоже. Так, тут же кто-то ещё тоже лежит. У этого можно забрать аптечку и бронебойные патроны. И, кстати, у них... 1963 рубля там выскочило внизу, это... При обыске найдено. Такие, я заметил, богатые в этом моде. Трупы попадаются. Ой. Так, а тебя там можно убить? Ладно, пофиг. Не буду его трогать. Так, ну пока что никого нет. Это радует. Только страшные звуки и всё. Я на Мали. Так, немало. Ой, я уже пробежал. Так, а здесь Берила нету, как в оригинале. Так, ну что ж, бежим дальше сюда. Вот, я уже вот так вот пробежал. Ещё я не знаю, почему для Аномалии такой вот... Такие... Как будто бы радио. Или это радиосканер так работает как-то, я не знаю. Так, пройдём в этот разлом. И здесь вот такие вот... Здесь можно починить у него что-нибудь, но у нас всё целое, потому что мы уже это починили. Блин, а там, кстати, аптечки лежат. Как тебя перескочить? Ну ладно, мне это не надо. И здесь стоит... Рён. Так. И у нас сразу диалог, который нельзя убрать. Так. Ну ладно. Я думаю, что на этом закончу. В этом интересном нишем месте, потому что... Рёнджа, он улетел на вертолёте призраки, и что с ним вообще случилось. Так что, всем спасибо за просмотр. С вами был Хьюг. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok